Нужно рассказывать про этот продукт. Для чего нам нужны витамины и минералы, друзья? Наш организм так устроен, что витамины и минералы у нас участвуют абсолютно во всех процессах. Они играют важную роль в работе клеток нашего организма. Они должны присутствовать во всех тканях, во всех системах, но при этом они не синтезируются нашим организмом. То есть поступают только извне, только из пищи, но без этих компонентов, которые, кстати, не имеют калорий, но они играют невероятно важную роль. Наш организм просто не может функционировать. То есть именно из-за нехватки тех или иных витаминов и минералов могут возникнуть даже заболевания, дефициты веществ, такие как в свое время был рахит, недостаток витамина D, цинга – это нехватка витамина С, слепота часто развивалась вследствие недостатка витамина А. Ну и, знаете, наименьший из всех перечисленных зол, пожалуй, это трещины, сухая кожа в районе рта, трещины в уголках рта – это недостаток витамина B. И, кстати, высыпание и склонность к укревой болезни – это тоже одна из причин этого. Это нехватка в питании витамина B, витаминов группы B. Замедление обменных процессов, невозможность скинуть вес, даже если вы придерживаетесь балансированной какой-то системы питания, тоже надо пересмотреть на предмет именно содержания витаминов, минералов, всего, что необходимо. Где же, откуда же берутся витамины и минералы, в каких продуктах питания они у нас присутствуют в приличном таком количестве? Они есть во всех фруктах и ягодах. То есть сейчас лето – это время, когда достаточно много минералов и витаминов вокруг нас в наших продуктах питания. Даже в нашем не самом южном, как бы не в самой южной стране, как Россия относится к северным странам, все равно достаточно много произрастает ягод и фруктов, и даже в северных широтах есть и сейчас, наверное, время морожки, брусники, клюквы, то есть ягод, богатых витаминами и минералами. Ну, у нас на юге – это, конечно, благодать. У нас цветет и растет все, и очень много разных абсолютно фруктов, ягод. И если вы сейчас отдыхаете на юге или планируете поехать, наверняка вы планируете в том числе и укрепить свой организм, употребляя большое количество овощей, свежих, фруктов и ягод. Картофель, корнеплоды, хлеб, злаковые, макароны твердых сортов, источник витаминов группы В, кстати, молоко, сыр, мясо, рыба, яйца – это все источники важных для нас микронутриентов. В них содержатся витамины и минералы, которые нужны нам для жизнедеятельности. И по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, мы должны съедать в день не менее полукилограмма фруктов и овощей каждый день. От 400 грамм до полукилограмма – это вот такая норма на взрослого человека. Фруктов и овощей, причем фруктов должно быть больше, почему? Потому что, точнее, овощей, потому что фрукты богаты сахарами и не относятся прямо к диетическому питанию, особенно такие ягоды, как арбуз, да, это почти что исключительная гликоза, дыня, виноград – это продукты с высоким гликемическим индексом, поэтому они все-таки должны быть несколько ограничены, если вы следите за весом или же имейте показания ограничивать углеводы в своем питании. А вот овощей всевозможных и трав, таких как петрушка, укроп, кинза, базилик, многие другие, там, тархун и так далее, чем южнее, тем больше разноплановых этих трав. Это все можно употреблять без ограничения, это очень полезно и для пищеварения, и вообще в целом для общего укрепления иммунитета, для полного набора витаминов и минералов, которые должны к нам поступать. То есть это нужно, можно есть в больших количествах. Но, дорогие друзья, съедаете ли вы в день? Давайте сейчас мы посмотрим плюсиками. Кто съедает в день обязательно полкилограмма фруктов и овощей? Поставьте, пожалуйста, плюсик, люди, которые, мужчины, женщины, которые сейчас есть, у нас 90 человек в нашей вебинарной комнате на данный момент, пожалуйста, поставьте плюсик, кто съедает полкилограмма каждый день, следит за этим. Как часы, вот сейчас лето, я говорю про сейчас, не гипотетически съедаете ли это, а вот проанализируйте сейчас ваше питание. Знаете, я живу на юге, но вот честно вам скажу, вчера был такой у меня суматошный день, что я за вчера съела пачку творога, один банан, один персик, и кусок курицы, и салат из огурцов, помидоров. Но при том, что все звучит красиво и довольно правильно, у меня не получилось съесть вчера полкилограмма овощей и фруктов. И так бывает довольно часто. Вот я живу на юге, и все это вокруг меня, подойди, руку протяни, возьми и съешь. Вот не всегда даже время, возможности, даже на рынок не всегда забегаем, заезжаем. Вот. И действительно вопрос, так это у меня на юге, где у нас достаточно хорошее содержание витаминов и минералов, потому что все растет недалеко. А если говорить о том, что хранится, например, яблоки, которые хранятся, и при этом в них разрушается витамин С. А на свету витамин С, витамины вообще в принципе быстро разрушаются. При термической обработке, то есть если вы капустку тоже нашинковали и ее потушили, то это уменьшает количество содержания железа и витаминов в этом продукте. Поэтому сырое, спелое, свежее, с грядки и полкилограмма. Вот это обязательное условие. Знаете, даже когда живешь на юге, это не всегда получается соблюдать. Поэтому для меня это уже привычный ритуал, wellness pack в любое время года. Я не делю на вот сейчас лето, и я это должна получать из пищи. Должна, но не получаю. Поэтому в моем постоянном образе жизни wellness pack идет вне зависимости от сезона, несмотря на такое благодатное проживание на юге России, где очень много всего летом растет, цветет и есть в питании. Даже когда я съедаю полкилограмма клубники, как вы понимаете, в ней не содержится прямо всех микроэлементов, которые мне нужны. Что еще интересного можно рассказать про витамины и минералы? Помимо того, что мы их не съедаем в таком количестве, в котором нам нужно. Давайте посмотрим, что содержится в наших комплексах витаминов и минералов. Какое количество и с чем это можно сравнить в плане питания. Посмотрите, какая красивая фруктовая и вообще продуктовая корзина в наших наборах витаминов и минералов. В одной таблетке, в одном дрожжек, таблетка имеет такое медицинское значение, поэтому, когда я говорю, у нас это бабы, биологически активные добавки, я стараюсь избегать таких слов, как таблетка. Поэтому в одном драже, пилюля тоже медицинское значение. Как-то вот надо ходить вокруг да около, но лучше не употреблять слов, которые имеют медицинское такое звучание, медицинскую специфику. Ну, в общем, в одной штучке витаминов и минералов нашего комплекса содержится витамина С столько же, сколько в полутора апельсинах. То есть представьте, что когда вы выпиваете одну штучку витамина минерального комплекса, то вы автоматически, это равно, что уже у вас поступает полтора апельсина, потому что в этом продукте 80 миллиграмм витамина С. Витамина С столько же, сколько в половине порции филе лосося. 5 миллиграмм – это полпорции филе лосося. Витамина Е столько же, сколько в шести авокадо. Шесть авокадо, если вы съедите, то вы постепенно перестанете входить в дверь, потому что продукт очень полезный, но калорийный. Поэтому шесть авокадо в день – это сурово, и это жирно. Ну, я не знаю, захотите ли вы, потому что авокадо довольно специфичный продукт. Я его люблю, но, например, я в моей семье одна люблю авокадо, честно вам скажу, когда я его добавляю в салат, и мои близкие вот так вот делают. Они не любят ни консистенцию, но это не типичный для нас фрукт или овощ. Но не все россияне его любят, он не относится к исконно русским, и не у всех есть традиция вообще есть этот продукт. Хотя он достаточно полезный, потому что содержит жирные кислоты, такие легкоусвояемые растительные жиры, которые нужны нам, нашим клеткам, для кожи нашей в том числе. Но специфичные шесть съесть – это, конечно, ни к чему, во-первых, а во-вторых, довольно тяжело. Не самое такое… Это не шесть лососей, да, не шесть порций лосося. Минералы. Кальция в одной штучке витамина-минерального комплекса столько же, сколько примерно в 150 мл йогурта. Железо столько же, сколько почти в 300 граммах говядины. Цинка столько же, сколько в 200 граммах орехов кешью. Представьте, да, это мы только сравнили небольшое количество витаминов и минералов, а у нас 12 витаминов и 10 минералов содержатся в одной пилюльке этого комплекса. То есть это невероятно богатая продуктовая, фруктово-овощная, полезная корзина, которая содержится в каждой штучке, и мы этот опыт должны употреблять каждый день. Надеюсь, что я вас убедила, что это действительно невероятно полезно, правильно, выгодно, и это позволит нам уменьшить количество калорий, которые должны к нам поступать с пищей. Потому что если мы будем выбирать отдельно все, что я назвала в качестве продуктов питания, это действительно будет перебор с калорийностью, и мы не сможем выглядеть стройными, изящными. Наверняка будет перебор веса, поскольку калории, они ограничены, они конечны, они не должны быть бесконтрольны. Что еще интересно? Что наши витамины и минералы не содержат генномодифицированных организмов, не имеют консервантов, красителей, ароматизаторов, не содержат глютен, не содержат сахар. Как я уже сказала, в одной баночке 60 штук витаминно-минерального комплекса, то есть на 2 месяца регулярного ежедневного использования. Принимать нужно 1 таблеточку в день с приемом пищи. Почему? Потому что есть в том числе и жирорастворимые микроэлементы, которые лучше усваиваются вместе с едой. И если апеллировать мнением Европейского агентства по безопасности продуктов питания, то мы можем говорить, что в комплексе мультивитамины и минералы содержится у нас высокое содержание витамина А, витамина Д, витамина Е, витамина С, и А витаминов группы В. Это такие, как В1, В2, В3, В5, В7, В6, В12 и фолиевая кислота. Это источник кальция и магния, которые мы тоже не получаем в достаточной мере с продуктами питания. И в нашем витаминно-минеральном комплексе высокое содержание таких важных для нас минералов, как железо, цинк, медь, магний, селен, йод, хром, молибден. Для чего нужны эти невероятно полезные виды микроэлементов? Ну, например, хром помогает армализовать уровень глюкозы в крови. Цинк поддерживает иммунитет, несмотря на такое название, не самое ассоциативно приятное. Цинк – это просто супер борец с инфекциями. Он поддерживает наш иммунитет, он поддерживает наше зрение, он ускоряет заживление ран, трещинок, порезов и царапин на коже, улучшает состояние волос и ногтей. Если говорить про женский комплекс, в нем больше железа и фолиевой кислоты. Почему? Потому что для женщин это важно. Железом мы теряем очень много из-за ежемесячных кровопотерь. И оно для чего нам нужно? Во-первых, вместе с ним лучше усваивается и кальций, и вырабатывается коллаген. Железо предотвращает переутомление, вообще чувство усталости становится меньше. Поддерживает наш метаболизм в норме, то есть это залог нашей стройной фигуры. Это здоровье кожи, здоровье волос и ногтей. Фолиевая кислота невероятно важна всем женщинам репродуктивного возраста. Она поддерживает женское здоровье половой сферы, регулирует обмен веществ. В мужском комплексе больше магния. Почему? Потому что у мужчин больше мышечная масса. Магний дает энергию, он поддерживает здоровье и нервной системы. Участвует в сердечных сокращениях, поэтому поддерживает сердечную функцию. И в мужском комплексе больше селена, потому что он также необходим, это суперантиоксидант. Он нужен для мужской половой сферы, участвует в выработке сперматозоидов. И защищает в целом организм мужчины от оксидативного стресса и от свободных радикалов. То есть это один еще из самых сильных антиоксидантов в борьбе со старением организма. И в мужском и женском комплексе он есть, в мужском чуть больше. Вот такое богатство в нашем витаминно-минеральном комплексе. И возможность рекомендовать этот проверенный качественный продукт от компании «Арифлейм», который разработан в Швеции, который разработан по самым строгим стандартам качества, который производится на фабрике, которая имеет сертификацию GMP, самый строгий стандарт фармацевтического производства. И в каждом витаминно-минеральном комплексе для мужчин и для женщин у нас 22 основных витамина и минерала. 12 витаминов, 10 минералов. И я практически не встречала вот такого предложения отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Чаще в аптеках можно найти для запчастей женщин, например, для витамина для волос и ногтей, для кожи волос и ногтей, для женщин в положении, но вот просто для женского здоровья, для женского организма. Я крайне редко вижу предложения. У нас это и для мужчин отдельно, и для женщин отдельно, с учетом особенностей нашей физиологии. Обратите внимание на то, что, чтобы избежать передозировки, все компоненты в наших таблетках не превышают 100%. И что важно, что некоторые не достигают 100, это может быть 50, даже 30%. Почему? Потому что при создании этой формулы анализировалось питание среднестатистического человека, его продуктовая корзина, что он употребляет чаще, что дешевле и доступнее, поэтому чаще встречается в нашем питании, поэтому редкие компоненты представлены в более высокой дозировке. Простые, которые часто можно встретить в наших продуктах, которые есть на столе и в нашем рационе, они представлены в меньшей процентовке, потому что мы должны с вами выйти на суточную норму, не только съев одну пилюльку, а также питаясь в течение дня полноценной пищей. Поэтому все это должно составить как раз суточную норму нашу. Поэтому с учетом того, что мы едим и должны есть, должны выбирать, что едим, и правильно питаться, у нас есть разное задержание процентное того или иного витамина и минерала. Но в целом это возможность сбалансировать свое питание, закрыть какие-то прорехи, которые есть у нас в силу того, что мы неидеальны, питаемся неидеально, день на день не похожи. Вообще мы люди, которые сейчас живут в очень быстром ритме, которые не готовят практически дома или же питаются часто полуфабрикатами, то есть далеко не все имеют возможность выращивать и есть плоды своего труда. Скорее сейчас минимум таких людей, живущих близко к природе, имеющих свое натуральное хозяйство. Поэтому наше предложение, на мой взгляд, оно интересно абсолютно всем. Кому можно предлагать? Преимущество продукта разработано в Швеции лучшими учеными с учетом питания современного человека, для того чтобы сделать его правильным, грамотным, сбалансированным и полноценным. Очень удобно, хватает на 2 месяца. Одно драже выпивается в течение, ну как бы с одним приемом пищи. Лучше завтрак или обед. Почему? Потому что для того, чтобы витамины и минералы поработали в нашем организме в световой день, когда мы с вами бодры, энергичны и когда мы функционируем, а не отдыхаем. Не содержит...